Не суди, да и не судим будешь. Хотя меня судят, но должен-то я судить. Мое первое впечатление от мотоцикла началось в 1981 году. Именно тогда дядя на Ziffy 77 приехал в Миндяк. Дорог тогда не было никаких, да и по сути сейчас их тоже нет. Чуть позже, через год, он купил Ижа Юпитера. Но мой конкретный двухколес был куплен в 1988 году. Это был Восход 3М. Мама купила. Спасибо ей большое. Но купила то, что осталось. С родным карбюратором. У остальных Миндяковских карбик был от Явы, что позволяло им отрываться от меня. То есть, когда я всех катал на Ziffy, они купили себе верховины. И мотоциклы тоже были круче. Но тогда не верил, что что-то будет мощнее Явы или Урала с Днепром. Чезеты тоже были, как и Планета Спорт, но их было мало. То есть, не говорите мне про байки, их тогда не было. А то, что показывало для меня эхо планеты, был идеал от Лимана, где реальные машины крутили 24 часа. Вот, собственно говоря, и все. И как честный мотовод, я проехал 25 тысячонок. Был сломан тормозной привод заднего колеса. И последние 70 километров мой позвоночник выдавал глухое поскрепывание шарниров друг от друга. С обалденной болью, но ехать было нужно. И вот тогда я сказал, пора на машину. То есть, не втирайте мне про байки, не надо. К слову, с нормальными байкерами мы познакомились в Америке. После 9 лет моей эксплуатации мотоциклов. И это были любимые российские Харлей Дэвидсоны. Ну вот, как-то так. Что же про нашу Рашу? Тут-то два варианта. Странная, но не любовь автомобилистов и тех, кто ездит на двух колесах. Базара нет, по скорости нет равным двух колесам. Но когда я вижу того, кто не выкабенивается, а едет грамотно, я таких более чем люблю. Они знают свой толк и уважают правила. Есть клубы, есть как бы свободные байкеры, которые мотоциклисты катаются. Ну, собираемся вечером, катаемся. Ну, конечно, все стоит денег. И в обслуживании дороже, чем автомобиль. А есть всякие разные модели. Есть спортивные, есть чоперы. Есть и у нас в Магнитогорске байкеры. Я, в принципе, их агрегаты неоднократно показывал. Но вот самый главный принцип. Это люди, в большей части состоявшиеся. Байк для них – это хобби. Я про это забыл, но после операции мне врачи сказали – занимайся хобби. Я этим и занимаюсь. Может быть, кто-то подгонит мне. А почему нет? Я в душе тот же байкер. Но давайте уважать тех, кто ездит на двух колесах. Вот посмотрите. Неуважение, а точнее гоп, поездка к чему привела. Ладно, хоть он не успел и не стал хрустиком. А именно так говорят автомобилисты. Но извините, при повороте направо, с центра, а таких чудиков-то много, надо в конце концов посмотреть в зеркало. А то чудики на дорогах чудаками становятся. Учите правила, господа. Учите и уважайте тех, кто ездит на двух колесах.